Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Я буду заканчивать этими словами. Иисус Христос в этом стихе нам открывает, что Он хочет дать нам возможность, и пергамской церкви, когда Он обращался, Он говорит, я хочу дать тебе возможность вкусить манну. Вы знаете, на протяжении истории никто не может обозначить, что такое манна. Поэтому, когда говорят манна, это what is this? Что это? Вот слово значения манны, что это? Никто не знает. Я закончу словами Иисуса Христа, когда Он в 6 главе Евангелия Тьяна, разговаривая с народом, который Он насытил, 5000 человек Он насытил, на следующий день они Его искали, и Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам. Они искали, чтобы восторить Его, чтобы поели хлеба, им приятно было для тела, не зная, сколько для души, но Христос говорит им такие слова, где они Его говорили, Моисей дал нам хлеб с неба. Иисус сказал им в 32 стихе, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус Христос является той манной, которой Он говорит, я дам тебе вкусить манну, если ты откроешь свое сердце, сознание свое. Потому что, когда туда входит Слово Божие, Он говорит, приди вкуси, наешься, напитайся только у Него. Не вокруг и той знания, информации, которая сегодня окружает нас с вами, а именно Христос. Благословит Господь сегодня каждого из нас, чтобы мы могли приходить и вкушать эту манну и удивляться, как приятен Господь. Как вкусно, что я познал еще на секунду, на маленькую молекулу, кто такой Христос. Пусть Господь вас в этом благозловит. И послание к филиппийцам в 3 главе 10 стихе апостол Павел говорит такие слова. Вы знаете, вкусить этот благой хлеб, ту манну с небес, которую Господь дает сам о себе, Он призывает церковь вот к чему. Это было написано примерно 40 лет до Откровения, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразоваться смерти Его. Другими словами, как нам пели вот роман, пели нам что? Голгофа. Там только решается проблема наших проблем. На Голгофе сообразоваться смерти Его, там умирать для греха, для себя. Аминь. Благословит нас Господь. Давайте мы помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова